Это был Сергей Лавров, который приехал на конференцию в Дели и попытался продвинуть тезис российской пропаганды о том, что это Украина напала на Россию. А не наоборот, не про канала. Даже в нейтральной Индии Лаврова обсмеяли. Привет, а меня зовут Дмитрий Колизев и у меня для вас очередная порция отборной российской кринжатины. Начнем с этого видео из Забайкальского края, где девочку переодели в костюм бабушки с красным флагом и поставили читать патриотическое стихотворение. Не трогнула она перед нацистом, когда тот знание стал ее доктать. Сегодня непокоренный дух и образ чистый несла в себе святая эта мать. Ну, вы наверняка помните, что российская пропаганда в начале войны эксплуатировала этот образ бабушки с красным флагом, которая в Украине вышла встречать солдат. Думала, они российские, они оказались украинские. Правда, потом эта бабушка дала интервью украинским журналистам и осудила войну и осудила российскую агрессию? А когда пришли такой войной, то и меня прославили, для меня это, знаете, неприятно, потому что меня в Украине считают предателем. И после этого российская пропаганда этот образ как-то замылила. Ну, до учителей в Забайкальском крае, видимо, эта информация пока еще не добралась. А вот другой школьный эпизод. В Пермском крае учительница отчитывает ученика за то, что он опоздал на линейку 23 февраля. Очень непатриотично. С завтрашнего дня ты в класс не приходишь. Ты предатель. Даже не скажу как. Ублюдок. Ублюдок и все. Предатель. Таких знаешь сколько сейчас в Украине? Вот сюда вот, висок и... Брррр. Конечно, не все российские школы и не все российские учителя таковы. Но смотришь на такие видео и хочется иметь какую-то альтернативу для себя и для своих детей. Поэтому... А мы продолжаем. На этой неделе Путин выступал на коллегии ФСБ. Я не смотрел это в прямом эфире, но я следил по новостям. И заголовки были очень жесткие. Путин потребовал от ФСБ остановить всю мразь. Я подумал, ооо, началась жесть. И представлял, ну, что-то примерно вот такое. А потом посмотрел видео и был разочарован. Попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Такое ощущение, что Путину вписали в речь жесткое слово, а он как-то постеснялся его произносить. Всю эту... ...бразь. Владимиру Путину стоило бы взять пару уроков у Владимира Соловьева. Вот уж кто умеет обращаться со словом «мразь». Мразь! Просто мразь! Кстати, про Владимира Соловьева. На этой неделе у него выступал в программе режиссер Кареншах Назаров. И кажется, это то, что я называю стадия принятия. И это действительно ситуация, которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Хмм, как же так получилось? Я не согласен с теми, кто говорит «не надо, мы победим». Не знаю. Я не знаю. Надо допускать проигрыш. Если ты не допускаешь проигрыш, ты не ищешь вариантов. Если ты веришь только в то, что само собой как-то свершится. Нет, это неправильно. Это слабость. Это не сила. Это слабость. Надо уметь смотреть правде в глаза. Надо смотреть на свои сильные, слабые стороны. Мне нравятся эти понурые лица экспертов, которые еще недавно обсуждали, как российские войска будут лихо брать Киев. К Украине надо, конечно, относиться. И к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он не прост. Он энергичен. Он, как говорится, в этой истории играет большую роль. Он не просто марионетка, которому это. Это тоже, мне кажется, самообман есть такой. Удивительно, правда? Год называли Зеленского марионеткой. Но оказалось, что это не так. И хотя главная мысль Шахназарова, что, дескать, нужно наводить порядок железной рукой, само по себе осознание того, что война проигрывается, это любопытно. Возможно, мы будем наблюдать какую-то коррекцию российской пропаганды. Если хотите следить за российской пропагандой вместе со мной, то не забывайте подписываться на этот канал. Кстати, поставьте лайк видео, если оно вам нравится. Ну, а в описании есть всякие способы поддержать меня и помочь делать то, что я делаю. Поехали дальше. Теперь переключим канал. Дима, запомни, переключим правильное ударение ставить. И встретимся с постоянным героем наших обзоров, Борисом Корчевниковым. Сегодня у него в гостях Юрий Лаза. И это прямо бинго. Если бы музыкант Лаза приходил в студию поговорить про свою музыку, то ради бога. Но вместо этого зрители получают порцию глубокомысленной геополитической аналитики. Запад крайне был заинтересован в том, чтобы Украина стала антирусией. Но как это можно было сделать? Только обвинив россиян во всех своих бедах. Потом небольшой урок истории. Ведь Юрий Лаза еще и историк. Но самое-то удивительное, ведь Бандера, которого они поставили на свои знамена, ведь он же не подразумевал украинское государство в том виде, в котором он существует сейчас. И в этих границах. Он же говорил о Галичине. И чуть-чуть конспирологии про американский дип-стейт. При всех министрах обороны, при всех президентах в Америке правит военно-промышленный комплекс. Ну и сам Борис Корчевников не отстает со своим геополитическим видением. Ну глобально же на Украине, наверное, ничего не закончится. Закончится все глобально, мне кажется, только тогда, когда не станет Америки. Когда вот со сцены уйдет эта страна, которая весь последний век беззаконно разрушает весь мир. Но когда я досмотрел это видео до конца, у меня закралось подозрение, что Борис Корчевников не так прост, как кажется. Потому что, расспросив Юрия Лазу про Украину, Донбасс и Америку, он потом поинтересовался у него. В частности, вы сказали, что земля плоская. По-прежнему это утверждаете? Я это вижу. И я вижу очень много доказательств тому. Река не может течь по шару. С моей точки зрения, тонцый от направленный фонарь. Очень просто. Хороший получился ассоциативный ряд. В правоту Кремля в Украине верят примерно те же люди, что и в плоскую землю. Спасибо Борису Корчевникову за этот тонкий намек. На сегодня это все. Берегите себя и свой рассудок. Пока. Продолжение следует.